Приднестровскому гидрометцентру накануне исполнилось 30 лет. Более ста человек собирают данные о погоде семь раз в день. Уникальные приборы, полувековые журналы и пушистые предсказатели. Что надеть, взять ли зонт, а может быть лучше остаться дома? У каждого утра начинается не с кофе, а с прогноза погоды. В Приднестровье четыре метеостанции, а начиналось все в Бендерах в 1881 году. С тех пор наблюдения за погодой не прекращались. Дождь, снег, град, холод. Сотрудники гидрометцентра в любое время выполняют свою работу. Какие есть уникальные измерения за такое большое количество времени? После войны были возобновлены метеорологические наблюдения. Вы обратите внимание, что вот данная таблица метеорологических наблюдений начинается с 44 года, с мая месяца. Причем с самого начала. Освобождение города было в апреле. Меньше месяца проходит и восстанавливается Тираспольская метеостанция. Это говорит о том, насколько необходимы были данные здесь, имена и работа, первоначальный источник тех данных, которые сейчас бесценны. Около ста работников. Беспрерывно они наблюдают не только за погодой, но и состоянием воды и радиационным фоном. В 18 лет я руководил Республиканским гидрометцентром с 1992 года, когда согласно указу президента в ведомство ПМР перешли все метеостанции и посты, и лаборатории. Все эти годы я работал с коллективом, который на сегодняшний день, собственно, и остался тот же, собственно, руками. Оборудовали помещение, все делали сами, своими руками. Такие необычные приборы, для чего они предназначены? Ну да, можно так сказать, в некотором роде ведерки. На ведра похожи. Ну, казалось бы, наверное, у них серьезное предназначение. Да, вообще, на самом деле, это нужно для измерения количества осадков. И их нельзя изготовить просто вот лишь бы в подвале, лишь бы как. Они, ну, своего рода, можно так сказать, калиброванные. В этом месте еще мой отец работал, я с малых лет тут бывал. И, в принципе, сейчас, вот на данный момент, я второй год здесь работаю. Крутилки удивляли, потому что есть даже измеритель скорости ветра, довольно-таки, да, он простой. Выглядит просто. Наверное, крутится для ребенка, это интересно. Да. А чем папа занимался? Может быть, вы сейчас тоже, вот, как продолжение его дела? Сейчас мы работаем вместе, он начальник этого дела, я главный специалист. Кроме необычных и интересных приборов, на метеостанции есть свои пушистые предсказатели. Бартик, Мурка и Маргоша – местные звезды. Расскажите, как часто у вас они здесь обитают? Как часто? Как обычно, вот, приходят гости, тоже помогают погоду определять? Живут они тут. Скажи, зима будет теплая или холодная? Какая у тебя шубка? Для аграриев, спортсменов и артистов точный прогноз погоды важен для каждого. А наш гидромет продолжает заглядывать в будущее, чтобы всегда знать, когда будет солнце.